Почти 80 миллионов рублей в общей сложности потрачено на благоустройство Кочуровского парка. Сегодня все работы должны были закончиться. Такие ожидания были озвучены в мэрии. Удалось ли им сбыться? На месте проверила Ирина Сырцева. Благоустройство Кочуровского парка началось три года назад. Но каждую весну после этого зону отдыха затапливало оттаявшим снегом. В этом году, наконец-то, здесь начались работы по укладке системы ливневой канализации. В прошлый четверг, 10 октября, подрядчик на заседании в администрации города отчитался. Ливневку обустроят к 15 октября. А вот работы по благоустройству газонов уже завершены. Но так ли это? Рабочие срезали старый неровный слой грунта, из-за которого дождевая вода застаивалась, образовывая лужи. Новый грунт выровняли, чтобы обеспечить сход воды. Так гласит официальное сообщение из мэрии. Землю действительно выровняли. Даже, можно сказать, сравняли с дорожками. И она действительно обеспечила сход воды с газонов. Прямо на асфальт. Причем сошла вместе со свежим черноземом. Убрать с асфальта грязь, засеять травой то, что не засеяно. Большая часть работ в последний обещанный день до готовности парка косметического характера. Одни прохожие радуются внешним изменениям. Очень нравится. Очень. Все ли хорошо, все ли здесь сделано? Да, аккуратно все прямо. Нам очень нравится. Другие же смотрят на сделанное с точки зрения практичности и эффективности. Вода в новую ливневку, по мнению кировчан, уходить не будет. Выше грунта сделано. Где же пойдет? Какая тут вода пойдет? Не пойдет, конечно. Сверху вас здесь нет? Здесь нет. Как вода в лоток попадет, если она выше уровня земли? Бессмысленно. Деньги закопали просто. Там как было болото, так и осталось. В воде-то некуда уходить. Она там длина снизу. Надо дренаж было делать, а не эти лотки. Здесь бугор. Вот дренаж идет. Видите? Она как в забор. Куда? Вода побежит. Это сопряжение сделано под прямым углом. Даже в мелиорации такого недопустимо. Оттрачены деньги впустую. Что вот в этой скапливается листва. Что они будут промывать ее каждый год. А в промывке свежая ливневка уже нуждается. В некоторых местах приемники почти не видно под прелыми листьями, смешанными с грязью. Да и сами работы по очистке дорожек не способствуют сохранению чистоты канализационных стоков. Вы землю засыпали на ливневку. Ее как-то будут убирать? Конечно. А ливневка при этом не пострадает? Нет. Не пострадает. Точно? Точно. А как туда земля не попадет? Ну, сейчас подойдут люди с лопатами, с метлами и все сделают. Все нормально? Да, у нас бригада целая работает. Хорошо ли проведены работы, еще предстоит оценить заказчикам. Официально заключительный этап всех работ в Кочаровском парке закончится 31 октября. Ирина Сырцева, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.